Россия. Самая богатая ресурсами страна в мире, но при этом ее население, мягко говоря, не самое богатое в мире. Как так вышло? В этом видео я расскажу о пяти причинах бедности России. Главным критерием построения финансовой системы и, как следствие, экономической системы является формула, по которой рассчитывается денежная масса страны. То есть сумма всех денег. Сегодня в России денежная масса, которая ходит в обращении, это сумма активов Центрального банка. То есть эта сумма вообще никак не привязана к экономике страны. И зависит эта сумма от того, сколько страна продала своих ресурсов. А взамен получила долларов. То есть, другими словами, заплатили американцам дань в виде ресурсов и на сумму этой дани нам разрешили напечатать некоторое количество рублей. Выходит, что в России количество денег в обращении равняется сумме валютного резерва страны, который хранится в Соединенных Штатах Америки. По сути, сколько России как бы должны, столько денег и есть в стране. То есть, чтобы напечатать рубли, Россия должна продать свои ресурсы, а взамен получить бумагу в виде напечатанных долларов. Потом эти же напечатанные доллары отдать обратно и получить вместо них валютные резервы, которые принадлежат России, но хранятся за рубежом. И в случае чего их конфискуют, что мы, в принципе, уже наблюдали на практике. Таким образом, сначала Россия стала беднее, отдав свои ресурсы. А потом еще и полученные доллары Россия отдала обратно и стала еще беднее. Но зато получила возможность напечатать свои рубли. Если отбросить просто вселишние переменные, выходит, что Россия просто так отдала свои ресурсы и не получила взамен ничего. Таким образом, Россия становится беднее на несуверенном принципе эмиссии своей собственной валюты. Это первая причина бедности страны. А делается эта процедура лишь для того, чтобы рубли стали конвертируемыми. То есть, чтобы любой представитель элиты мог поехать с рублевой карточкой за границу и там свободно обвинять российскую валюту на любую другую. И все. Это единственное, зачем валюта делается конвертируемой. Для свободного обмена. Чтобы перед поездкой за границу не было необходимости заказывать в банке необходимое количество валюты, той страны, в которую нужно поехать. И сегодня, когда западная часть планеты наложила на Россию санкции, то это единственное преимущество конвертируемости рубля потеряло свою актуальность. Соответственно, Россия теряет свои ресурсы вообще просто так. Следующая причина бедности – это способ конвертации валют. Было бы логично определять курс валюты по сумме потраченного времени и уровню квалификаций, которые были затрачены на производство того или иного товара. В таком случае при равном обмене ни одна из стран не теряла бы свои ресурсы. Но сегодня курс выставляется независимо от состояния экономик, платежных возможностей или любого другого экономического фактора. Обменный курс по основным валютам устанавливается мировым банком в интересах своего главного учредителя. Если бы два государства выстраивали бы справедливый обменный курс, то договорились бы его определить условно один к одному. Именно по стоимости, а не в валютном выражении. Потому что стандарту валют может быть разным. Например, где-то за стандарт взята одна унция золота, а где-то, например, одна десятая. То есть в последнем случае обменный курс справедливый был бы один к десяти в валютном выражении. Тогда выходил бы равный обмен. А когда курс выставляется произвольно, то на одно и то же количество валюты у себя и за границей можно купить разное количество товаров. Потому что его стоимость неравная. Например, в России за доллар можно купить больше, чем в США, так как там уровень доходов за счет перетечки наших ресурсов намного выше. И поэтому, конечно же, они могут позволить себе гораздо больше разнообразных социальных программ, чем мы. Это и есть второй пункт обеднения российской экономики. Из-за того, что в стране нет суверенной эмиссии, производителям не хватает средств на производство. Из-за того, что денежная масса меньше товарооборота. Поэтому производители вынуждены постоянно брать средства в банках в кредит. Таким образом, банковский сектор подчинил всю экономику страны своим интересам. И в итоге те, кто владеет банковским сектором, задирают или опускают кредитную ставку в своих интересах. Именно поэтому ставка в России высокая, чтобы местным производителям не хватало средств на собственную деятельность. И их продукция не могла конкурировать с иностранными аналогами. Что в итоге и приводит к тому, что часть местной промышленности банкротится. Яркий пример из истории – это 90-е годы, когда ставка рефинансирования Центробанка превышала 200%. Это третий пункт, объясняющий причину, почему экономика России не способна обеспечить населению нормальный уровень доходов. После того, как местные предприятия банкротились, иностранцы внутри страны начинают строить свои заводы. Либо вносить инвестиции и давать кредиты, по которым они также получают дополнительную прибыль. И грабят страну таким образом по четвертому пункту. Государства, обладающие высокотехнологичным производством, имеют возможность экономить на создании своих продуктов. Так как вместо человека их производят роботы. Роботы производят высокотехнологичную продукцию с высокой прибавочной стоимостью. И обмениваясь на такой товар, страна-импортер, не имеющего такого уровня технологии, просто теряет свои ресурсы. Потому что товар производится, по сути, с небольшими вложениями. Возьмите, например, процессор. Это небольшой кусочек кремния, но стоит он как драгоценный камень. За счет отсутствия технологического суверенитета страна также теряет значительную часть своих экономических возможностей. Что как раз и является пятым пунктом обнищания России. Я должен сделать небольшую поправку на изменение экономических принципов после введения санкций против России. То есть страна не стоит на месте и законодательство меняется. Но, хоть изменения и есть, но они незначительны. И все, о чем я рассказал выше, в том или ином виде работает и до сих пор. А теперь давайте разберем, что нужно изменить в стране, чтобы устранить вышеописанные проблемы. Во-первых, в государстве внутренний финансовый контур должен быть неконвертируемый и жестко привязан к экономике. То есть, другими словами, отвязать рубль от доллара или любой другой иностранной валюты. А торговать с другими странами следует только на уровне конвертируемых валют, как это делал Советский Союз. То есть, финансовая система страны должна содержать два контура – внутренний и внешний. При этом резервы должны храниться только у себя. И они должны быть равны результату внешнего торгового баланса. И не должны быть привязаны к экономике. А сама экономика государства должна обеспечивать в первую очередь потребности людей. Правда, такое возможно только в социалистическом государстве. Так как в капиталистическом экономика обеспечивает потребности только для крупного бизнеса. А чтобы обеспечить положительный торговый баланс, о котором я сказал выше, у государства должна быть монополия на внешнюю торговлю. Так как если в этот процесс будут вовлечены частники, то государство не сможет посчитать внешний торговый баланс. То есть, он будет неточный. Что станет причиной роста инфляции? Банковский сектор страны также должен быть исключительно государственным. Иначе частные банки начнут увеличивать проценты по кредиту и проценты по пользованию другими финансовыми инструментами для того, чтобы получать больше прибыли. Таким образом, кстати, и формируется финансовая элита. И как следствие, большая часть денег в итоге перетечет в руки крупных собственников. Они скупят все и станут собственниками всего. Но и в капиталистическом государстве частники всегда стремятся уменьшить прибавочную стоимость, то есть зарплату людей. И всегда увеличивают торговую надбавку, то есть собственную прибыль. Соответственно, даже если власти страны постепенно смогли бы устранить все эти проблемы, остается главный вопрос, в чьих интересах работает государство. В интересах крупного бизнеса или в интересах всего народа? Про это я снял уже множество роликов, прошу их посмотреть, чтобы не повторяться здесь и не затягивать видео. Если понравился ролик, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, желаете ли вы таких изменений в стране, чтобы она начала работать на интересы народа, как это написано в законе о принципах публичной власти. И обязательно делитесь этим роликом, ведь такого детального разбора больше никто не делал. А на этом пока что все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok